Приветствую вас и последовательно отвечу на вопросы, которые вы задаете. Достаточно ли это повод? Достаточно ли для кого? Понимаете в чем дело? Если девушка так себя вела изначально, всегда, то вы, получается, принимали ее такой, какая она есть раньше, а сейчас перестали. И то, что вы перестали свою девушку принимать такой, какая она есть, это скорее ваша проблема, а не ее. Ну, что-то поменялось, может быть, чувства поугадные, может быть, цены поменялись, такое бывает. Это не значит, что это плохо, это нормально. Нормально человеку в процессе своей жизни понимать, что другой не его. Это нормально. Просто нужно верно, правильно и адекватно смотреть на вещи. Так вот, если ваша девушка так вела себя всегда, то это нормальное поведение. И для нее этого повода недостаточно. Возникает вопрос. А почему раньше вы мирились с таким ее отношением, а теперь перестали? То есть, я понимаю, что у вас что-то поменялось, но очень важно, чтобы вы сами ответили себе на этот вопрос. Потому что девушка, скорее всего, его задаст. Она спросит, ну почему раньше я везла себя так, и меня принимал, а сейчас перестал. Что случилось? Что изменилось? И вопрос будет достаточно законным. Потому что, ну, если вы хотите расстаться, в конце концов, это ваше право. Но человек имеет право тоже знать, почему вы расстаетесь с ним. Почему вы вдруг отказываетесь принимать ее, такой, какая она есть, хотя раньше принимать. Человеку, пожалуй, это самое тяжелое для восприятия. Тяжело осознавать, что тебя раньше принимали таким, какой ты есть, а потом перестали. Так что вам я очень рекомендую подумать над этим вопросом и подумать, что вы скажете за своей девушкой. И, отвечая на вопрос, собственно говоря, если для вас этого достаточно, то это самое главное. Потому что личные отношения, они на то и личные, что человек сам определяет для себя, что ему важно, а что нет. И здесь не нужно оглядываться на кого-то. Здесь не нужно смотреть чужие ничьи. Здесь нужно доверять своим чувствам, своим эмоциям, своим переживаниям. Когда они вам подсказывают, что это серьезный повод, значит так и есть. И для вас это действительно важно. А для другого человека может быть не так, а это его ощущение, это его переживание. И это совершенно нормально. Поэтому здесь нужно доверять, доверять только лишь себе, своим переживаниям. И ориентироваться, кстати говоря, точно только на них. Следующий вопрос. Как об этом сказать? Вы знаете, как бы вы ни подобрали слов, смысл от этого не меняется. Поэтому, чем короче и снега, и однозначнее вы выразите мысли, тем будет лучше. Тем меньше будет поводов для слов, тем меньше будет разговоров, меньше будет, может быть, даже скандалов и криков. Быстрее все придет в норму, быстрее будет все понятно. И отсюда, я думаю, что сказать вам нужно по факту, то есть вы ее любите, но вам не нравится, когда себя ведет. Вы поняли, что милиция с этим больше не может, поняли, что такая жизнь вас не устраивает, и поскольку вы понимаете, что она не изменится, а вы теперь осознаете, что не готовы ее принять такой, вы не видите другого способа, кроме как расстаться. Это не шантаж, вы не принуждаете ее к действиям, каким-либо, вы просто высказываете ей свое желание, на что имеете полное право, на свое желание. Далее, вы спрашиваете, как уберечь себя от того, чтобы не вернуться. Вам нужно запомнить то, что вы сейчас чувствуете. Вам нужно запомнить те ощущения, те переживания, когда вы не виноваты, девушка обижается, уходит в другую комнату, и ждет, когда вы извинитесь. Вам нужно запомнить это переживание. Запомните это чувство и постарайтесь удерживать его. Это чувство опустошенности, это чувство унижения, это чувство какой-то запятанности, может быть, грязи, когда вы вынуждены извиняться за то, с чем не виноваты. Это ощущение, его нужно держать, сознать, его нужно помнить. и каждый раз, когда вы захотите вернуться к ней, меняйте это чувство. Но, с другой стороны, девушка может пережить критическое переживание, благодаря вашему разрыву и вашему расставанию, после чего начнутся ее изменения. И если вы эти изменения увидите, эта девушка даст вам понять, что она готова меняться, например, что она готова идти на уступки, на компромисс, то можно дать с них ей шанс и попробовать построить отношения вновь. То есть, начать все от начала. И тогда получается, что факторы, ограничивающие вас от возвращения к ней, базируются на неприятных ситуациях, которые она вас ставит. Если эти ситуации исчезают, то исчезают и препятствия для того, чтобы вас к ней не возвращаться. А это значит, что вы можете быть вместе. В случае, если данные обстоятельства уйдут, отсутствие категоричности, отсутствие возможности, отсутствие невозможности наладить наше сильное для девушки в том числе, является очень ценным качеством для вас, потому что помогут максимально приложить усилия к тому, чтобы не потерять любимого человека и сохранить с ним отношения и иметь возможность для их восстановления. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго. субтитры сделал DimaTorzok